Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак и мой блог о том, как выглядеть молодой прекрасно в любом возрасте. Вы мне спрашиваете, как сделать стойкий макияж, как сделать так, чтобы тушь не отпечатывалась, какие есть средства. Сегодня небольшой обзор, то, что я использую для себя на каждый день, и то, что мне помогает сохранить макияж стойким. Но, вы, наверное, уже, может быть, те, кто смотрели, знают, я не очень люблю какие-то такие суперпрофессиональные вещи, потому что их не рекомендуется носить каждый день. Поэтому есть некоторые фишечки, которые я сегодня вам расскажу, чтобы вы могли тоже этим воспользоваться. И есть потрясающие средства, которые и не портят кожу, и в то же время делают макияж более стойким. Особенно это актуально, когда жарко, или у кого есть такая особенность, что кожа склонная к жирности, и поэтому многие средства потихонечку в течение дня подтаивают, растворяются, и макияж уже не свеженький, и нету, например, бровей. Или бывает особенность, что растекается помада из-за того, что такое строение губ, там, кисетные морщинки. Ну, с бровями, наверное, самое сложное, потому что есть те, кто боятся делать перманент, и, может быть, даже есть в этом определенное правильное решение, потому что не всегда перманент может смотреться красиво. Но теперь придумывают средства, которые потрясающе держатся на нашей коже. Давайте начнем с бровей. Итак, брови. Сейчас я покажу вам, как использовать вот этот суперстойкий продукт. Это Sensation Brow Guru. Цвет я укажу под этим видео в описании. Вот эта помадка для бровей помогает сделать суперстойкий эффект. Обязательно нужно иметь определенный инструмент. Это вот такая вот скошенная кисточка, тоненькая. Благодаря такому инструменту можно сделать качественный рисунок. Перед тем, как наносить на брови, обязательно нужно убедиться в том, что у вас поверхность подготовлена. Подготовлена это значит нету кремовых, точнее, я бы сказала, таких жирных текстур. Если у вас кожа склонная к жирности, вы, девушки, прекрасно понимаете, что течет просто все мгновенно. Поэтому, чтобы был стойкий эффект, нужно воспользоваться энзимной пудрой и очистить лицо. Затем сделать макияж и использовать тональные средства с пудровым эффектом. Вы наносите тональный крем вокруг брови, на брови не надо. Дополнительный продукт будет меньше связующего вот этого свойства. И средство для бровей может не так хорошо, ну скажем, приклеиться к коже. Поэтому нужно, чтобы здесь было чистенько. Затем можно слегка припудрить, потому что на припудренную поверхность встыковочка будет лучше. Это средство нельзя наносить прямо из баночки. Вы набираете на кисть небольшое количество и потом обязательно дозируете на салфетку. То есть небольшое количество этого средства вот так вот убрали на салфетку. Потому что, так как это средство очень стойкое, и если вы это сделаете на руку, то у вас потом здесь будет достаточно стойкий эффект на целый день, а может быть и даже на 2 и 3 дня. Поэтому, чтобы руки были чистые, лучше делать это на салфетку. Тем более, на салфетке вы сможете лишнее убрать, чтобы у вас на кисточке получилось совсем небольшое количество средства. Пока вы красите, вот это переворачиваем или закрываем крышечкой, потому что такие средства очень быстро высыхают. Теперь реставрируем. Под этим видео я сделаю еще одну ссылку на мое видео, где я говорю, как смещать пик брови. Сейчас я просто вот свои брови, которые у меня даже краской толком не накрашены, вот они у меня такие родные. Одна выше, тоньше, другая пошире, чуть пониже. Значит, буду сейчас выравнивать. Соответственно, та, которая бровь ниже, я буду ее делать выше. Та, которая выше, я буду делать ее ниже. Таким образом, приду более-менее к симметрии. Но то, что они асимметричны у всех у нас, это нормально. Сначала я расчесываю. Расчесочка, расчесала. Какие-то дырки появились, ну, еще прекрасно. Это я расчесываю, соответственно, вниз. Теперь беру небольшое количество этого средства с салфеточки. И начинаю, но только не с самого начала, девочки, не перегружаю, а реставрировать. Вот здесь дырочка. Угу, стала менее заметная. Вот тут что-то не хватает. Раз. Дорисовываем. Вот здесь, по-моему, потоньше. И она у меня должна быть повыше, потому что эта бровь выше. Уже видите, как хорошо? То есть вот такими, можно сказать, точечными движениями, опять набирая небольшое количество, начинаем вот так вот добавлять там, где кажется, что волосков не хватает. Я смещаю слегка пик брови. Нужно, чтобы он был на уровне внешнего уголка глаза. Поэтому вот эту зону тоже немножечко раз. И когда у вас на кисточке совсем небольшое количество, у вас получается настолько естественно, как только средство зафиксируется, будет суперстойкий эффект, что даже плавать можно, в душе стоять, в сауне быть, и это средство никуда не денется. Для летнего периода, и в принципе, если у вас всегда есть такая особенность, что средство не держится, по-моему, это замечательный продукт. То есть практически как эффект перманентного макияжа. Конечно, если надо будет смыть, мы сможем это сделать средствами для снятия макияжа. Но, посмотрите, сейчас пройдет буквально несколько секунд, я вам покажу, насколько будет стойкий результат. Когда на кисточке осталось совсем капельку, теперь мы можем немножечко и прорисовать к началу. Но помним, чтобы выглядеть молодо, вот это зона молодости. Поэтому никогда мы здесь не делаем слишком темно, агрессивно, широко и графично. Постоянно некая такая растяжка, растушевка. При этом длина увеличивается, но нет вот этого акцента на начало брови. Вторая бровь. Эту я буду стараться рисовать в основном снизу. Опять, посмотрите, и здесь мне приходится прямо вот тут, где не хватает, как будто бы еще прорисовать линию. Вот такими штришками. Очень хорошо, что рисуют еле-еле. Если вдруг я что-то не то нарисовала, то можно будет постараться достаточно быстро это убрать. Вот, похоже, что я правильно сделала линию относительно этой линии брови. То есть сделала ее чуть пониже. Еще раз набираю на кисточку. Я все с этой же дозировкой, я еще сюда не добавляла совсем. Рисуем дальше. Заполняю, заполняю. Еще раз, пусть будет не ярко. Самое главное, определиться с формой, чтобы не переборщить. Теперь я беру чуть посмелее, побольше средства на кисточку. Еще раз, смещаю пик брови, то есть делаю изгиб подальше. Мало, мне кажется. Средство уже высохло, поэтому плохо набирается. Нужно еще раз взять из баночки. Да, все. Набрала. Так, и опять начинаю реставрацию. В этот момент прям не дышу, чтобы, не дай бог, не прорисовать что-то лишнее. Потому что будет очень тяжело корректировать. Хвостик чуть-чуть по длине. Уже, видите, выравнивается? Уже очень хорошо. Теперь заполняю. Вот тут все-таки пробел есть. Так, вот капризная бровь. Соответственно, представляем, насколько быстро она может здесь у меня стираться. Поэтому это такой может быть сюрприз. Вот эти средства, они просто как татуировка. Очень удобно. И не будет никаких переживаний по поводу того, что средство исчезло в течение дня. Куда-то растаяло. Приходится подправлять, волноваться или размазывается. И вот теперь, я думаю, что где-то прошло минуты две-три. И посмотрите, какой стойкий эффект. Видите? То есть я могу вот так вот делать, вот так делать. И у меня брови, они как были, так и остаются. То есть очень хорошо пропитывается это средство. Становится просто как пигмент кожи. И брови смотрятся абсолютно естественно и натурно. Немножко добавляю еще в самом начале. Вот здесь. Я хоть девушка и восточная, но я не люблю себе делать. Очень яркие, широкие брови. Я тоже предпочитаю классическую форму, потому что она для моего лица, для моего формы носа. И вообще смотрится наиболее, наверное, по пропорциям правильно. Поэтому, что касается ширины, вы выбирайте сами, но не забывайте. Все-таки лицо должно быть красивое, а не только модное. Следующий шаг, как сделать стойкой тушь. Есть вот такой вот вариант. Это тушь 38 градусов, которая прекрасно просто держится в любую погоду. Она называется 38 градусов, потому что она смывается только при температуре 38 градусов и выше. Если температура меньше 38 градусов, она будет держаться где угодно. В воде, в сауне, в любую жару. Поэтому, у кого есть такая особенность, что когда вы моргаете, и ресницы постоянно соприкасаются с нижним веком, и все это очень благополучно отпечатывается, и вы постоянно страдаете том, что есть здесь вот эти темные круги, то, пожалуйста, тушь 38 градусов – это прекрасная находка. Еще такая тушь называется перманентная. Она также будет держаться столько, сколько вы захотите до тех пор, пока вы не приложите ватный диск и теплой водой, и смывается такая тушь вот такими легкими чулочками. То есть никогда не будет эффекта панды. Другой вариант, как можно, скажем так, запечатать тушь, как делаю я, я использую термальную воду, вода красоты, увлажняющая вода. Ну, то есть, в принципе, честно сказать, это может быть даже просто вода. Самое главное, чтобы это была такая вот легкая вуаль, которая оседает на кожу и на ресницы накрашенные, и таким образом вот этот вот эффект, он создает более стойкие, сцепляющие вот это, сцепляющие свойства. Я не знаю, как это происходит, но ресницы будут держаться тоже целый день. То есть вы, например, сделали макияж, нанесли декоративную косметику, и чтобы ее сделать более стойкой, нужно сверху зафиксировать средством для стойкости макияжа. Это называется Fix Makeup. Такие средства продаются сейчас во многих марках, вы можете просто прогуглить, я здесь напишу свои любимые, и затем на макияж уже, который вы полностью сделали, вы берете и делаете вот таким способом. Это, во-первых, очень удобно, особенно если это небольшой объем, носить с собой, когда жарко, так можно обновить макияж. И вот этот вот прием, как я уже сказала, очень круто запечатывает тушь. Пройдет минут 10, когда эта влага испарится, или можно помочь, мы просто берем спонж или обычную сухую салфеточку, промакиваем, и тональные средства, пудра, даже пудра, которая уже была, они все становятся более стойкими. Поэтому можно воспользоваться вот таким приемчиком для стойкости макияжа. То есть необязательно искать суперстойкие средства, которые могут вам даже в некоторых случаях не подходить. Допустим, кожа немного обезвоженная или шелушится, поэтому стойкие средства, которые еще с пудровым эффектом, могут немного усилить сухость кожи. Поэтому вы выбираете те средства, которые шикарно подходят для вашей сухой кожи, но при этом вот этот вот пример запечатывания будет давать хороший результат. Сверху можно воспользоваться пудрой и усилить этот эффект, то есть нанести все это на лицо для того, чтобы удержать еще раз тональные средства. То есть получается мы как дублируем. Еще совсем недавно я говорила про тинты, и девушки, это супер вещь. Тинт это пигмент, который очень хорошо проявляется на коже и делает стойкий макияж. У вас растекается помада? Любая. Купите тинт. Тинт наносится как помада. Нанесли, отпечатали, или даже можно сделать более стойкий и ровный контур. И буквально через несколько минут текстура как будто бы впечатывается, тает, абсолютно нет ничего на губах, но цвет будет держаться долго. То же самое можно сделать и в качестве румян. Румяна будет держаться целый день, поэтому вы сделали макияж, вы нанесли даже пудру, потом сделали спрей для лица, потом можете сверху еще нанести и вот такой тинт, который придаст эффект натурального румянца и продержится целый-целый день. Также его можно использовать и на глаза, есть тинты, которые для губ, для щек, есть тинты, называется акватинты, или это могут быть просто вот такие вот кремовые тени, это Armani, и кремовые тени сейчас очень популярны, они есть где угодно, и вот такие текстуры на глазах будут держаться тоже целый день. Это супер вещь. Есть кремовые тени, которые как базовые, вы наносите их, а потом на эту базу наносите любые сухие тени, они у вас будут вечно держаться, или вы можете использовать кремовые тени уже с цветом. Наносятся такие средства, как правило, пальчиком, то есть вы берете вот так вот наносите на веко, я сейчас просто дублирую, я их уже нанесла, пальцем растушевываете, все, я их вспомню только про них, когда мне придется умыться, будет очень хороший, длительный, стойкий эффект от тени. Цвета абсолютно разные, палитры сейчас абсолютно просто настолько богата, что вы можете выбрать именно то, что необходимо вам. И вот получается, что мы воспользовались, мы, вы, я воспользовалась специальным стойким средством для бровей, который усиливает стойкость на 24 часа, то и больше. И я даже тестировала, можно спать лицом в подушку, и все равно вот этот тинт будет на бровях. Затем мы используем тинт на щеки, тинт на веки, тинт на губы, все это можно еще немножечко зафиксировать, что касается кожи, пудрой, приглушить даже цвет, если немножко, мало ли переборщили. Но тинты, они очень деликатные, в принципе, надо постараться сделать неправильно. Единственное, что запомните, наносятся они достаточно быстро, тут вот нельзя долго думать и растушевывать. И то, что я сделала с тушью, использовала спрей, то спрей высох уже все, и у меня ресницы будут держаться, даже если я встану под душ. Я уже тестировала не раз, туш никуда не денется, она не потечет, даже если я сделала вот такие движения, как мы обычно умываемся, она все равно будет держаться. Поэтому я уже пробовала в спа, тушь держится, я пробовала в сауне, в бане, тушь держится, и она исчезает, вы знаете, какими-то такими мелкими крошками, что даже вот нет вот этого эффекта грязи и эффекта панды. Поэтому супер вещь. Тут тушь, которую я к этому видео приложу, чек-лист, все, что у меня использовано сейчас, с чем сделан мой макияж, но хочу сказать, что возможно, ваша тушь и вот с таким способом будет держаться так же прекрасно, а может быть и нет. Поэтому тут нужно, наверное, протестировать. Если будет супер эффект, потрясающе, я вас поздравляю, вы добьетесь вот этого хорошего результата стойкого. Да, еще важный момент, есть же еще водостойкие карандаши. Карандаши водостойкие для глаз, которые не будут отпечатываться, и есть еще потрясающие карандаши, которые как карандаш фломастер, это тоже такой тинт, для того, чтобы сделать стойкий контур губ. Те девушки, у кого есть кисетные морщинки, помада у вас растекается мгновенно. Помада фломастер это шикарная вещь. Вы рисуете контур, он тут же фиксируется, становится очень стойкий, есть разные цвета, натуральные, более сочные, яркие, и все, у вас помада никуда не денется. Поэтому вот такое сочетание карандаш фломастер, тинт для губка, у которого, все, вот посмотрите, видите, нету текстуры, вообще не ощущается на губах, но при этом будет хорошо держаться цвет. Цвета достаточно разные есть, поэтому выбор за вами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, и напишите, пожалуйста, новую тему, которую бы вы хотели, чтобы я осветила. Меня зовут Жанна Санжарк, до встречи в новых моих видео, и приходите на мои вебинары и на мой онлайн-курс. До новых встреч! Да, кстати, забыла сказать, чтобы губы были все-таки увлажнены, я очень люблю, когда они блестящие. Это не для всех, это так мое, и когда здесь яркий блеск, то тогда кожа не смотрится такой уж и блестящей. И самое главное, я забыла сказать, девочки, не забываем, что мы девочки, и поэтому, если у вас в течение дня макияж подтаял, нет ничего страшного, чтобы опять взять пудреницу или взять корректирующий хайлайтер, нанести на те зоны, где у вас немножко растаял тональный крем, или съелся румянец, или у вас потекла помада, можно все это аккуратненько подправить. Даже вот таким вот корректирующим хайлайтером можно практически возобновить центральную часть лица, чтобы она была опять ровной и гладкой по цвету. Потом берем пудреницу и смотрим на себя с восхищением, наносим слегка вот такими движениями пудру, при этом придаем матовость, опять стойкий вид, чуть-чуть румяна, губы, и вы опять свеженькая, красивая и молодая. Поэтому не всегда нужно гоняться за супер стойкими средствами. Поэтому уделите, пожалуйста, себе в день по две минутки, не знаю, там два-три раза, чтобы остановиться от этой суеты, посмотреть в зеркало, полюбоваться собой, подправить немного макияж и продолжать украшать мир дальше.